Ребята, всем привет! Мы с помощниками к вам. Посмотрите, пожалуйста, у меня новый рабочий уголок. Кот вам передает привет. Каким образом он у меня организован, я очень подробно рассказывать не буду. Все-таки хочу поговорить немножко об изделиях. Я давно не снимала видео, потому что как-то не было вдохновение, настроение, работа настолько затянула, что просто это ужас. Но тем не менее, я что-то покупала, я что-то вышивала и сделала. Итак, один из наборчиков, который я купила, это вот такая прелесть с дракошками. Я решила его сшить. Ну, как всегда, как многие творческие люди, я не могу сшить четко по схеме. Я могу привнести что-то свое. И честно вам скажу, он получился... Одного дракончика из двух я сшила. Есть как плюсы, так и минусы. Хотела сшить его, чтобы он был с наклоненной головой. И вот он наш мальчишка. Из пары это мальчишка. Я расшила его пайетками, как вы видите. Вот так это выглядит с обратной стороны. Пришила ему вот такой прекрасный гребень. Челочка у нас, ушки. Ушки вшила внутрь. Хоть и здесь предполагается достаточно плоская игрушка. Но синтепона в наборе точно не было. Я взяла синтепон. Не листовой, а такой, перистой. Набила ручки, ножки, голову, пузико. Обшила, посмотрите, пяточки по краю. Обшила ручки. Нет, ручки они. Ручки. Крылышки я уже говорила. И вот такой мальчонка забавный, интересный получился. Все бы ничего. Мне не очень нравится его взгляд. Ну, такой немножко дурной, шириной. Я думаю, на елочку он вполне, вполне, вполне пойдет. Я еще не делала каких-то фото. Хочу фото сделать. Ну, вот будет ли он выглядеть на фото. Хорошо, красиво и аккуратно. Фотограф с меня тот еще. И сейчас буду приступать ко второй игрушке. Я очень надеюсь, что она у меня получится аккуратней, адекватней. Ну, потому что я еще не шила игрушки из фетра. Я шила без набивки. И вот какие-то плоскостные. Но вот такие вот объемненькие, с лапками, с ручками, крылышками. Стоять он не может, он может и висеть. Еще нет. Давайте смотреть дальше. И следующая игрушка-прилостюшка, ту, которую я шила, это игрушка от фирмы Зингана. Но давайте вот так посмотрим. Вся схема взята из, по схеме Зингана, от фирмы Зингана. Я вышивала таких уже три шарика. Здесь у меня канва ручного крошения. Это были таблетки для окрашивания яиц. Бисер я взяла такой, какой мне понравился в сочетании с голубым на мой вкус. Белый и золотой это здорово. И вместо того, чтобы прошить все швы просто нитками, как бы бескорнешный шов, да, я взяла и прошила весь его, обшила бисером. В итоге он получился вот такой замечательный шарик. Он небольшой, но он просто, он класснючий. Он мне очень нравится, он получился аккуратно и здорово. Это второй мой результат. Дальше. Третья маленькая такая приятная пизделушечка. Это фирма Неокрафт. Дом там, где кот. У меня два черных кота. Кошка Василиска, красотка. И кот. Сейчас я покажу свою незастеленную постель. Извините уж, пожалуйста. Мы с вами будем смотреть на вот это чудо. Мишенька у меня, да? Миша, сына. Кс-кс. Посмотри сюда. Мишка. Миш. 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 Мой солнышко. Вот такие мои красавцы. Очень спокойные. Очень адекватные, умные, ко всему приученные. Вдвоем они веселятся по полной. И не дают нам спать. Иногда с 4 утра начинают прыгать, бегать по нам. Ну, а прелесть какая. Вот это происходит по утрам. Ну, вы знаете, ну, ребенок дома. Ладно, поехали дальше. Поэтому я решилась и вышила такую милоту. Ну, кроме того, предлагалось все это вышить крестиком. Нитка черного цвета. Я решила, что бисером будет лучше, наглядней. Взяла черный и красный бисер из своих запасов. Нитки из набора. И ниточками я из набора пришивала все. И вместо той холщевой веревочки я взяла вот такую тесьму. Она у меня была, как раз ее хватило ровно. И взяла деревянные бусины. Пришила их вот сюда. И теперь вот эта вся красота. Сейчас маленько у вас. Хочу издалека показать. Выглядит вот так. Классно. Мне очень-очень понравилось все, что происходит у меня на моем вышивальном поприще. Давайте смотреть дальше. Занималась еще. А еще я вышивала вот этого леопарда. И выбила пять цветов из вот этой всей области. Купила себе магнитик. Так как лето. Дачи. Такой садовый прекрасный зайка. Я очень люблю животных. Осталось мне не так много. Но идет, честно говоря, с трудом. Посмотрим, что будет дальше. Пока ничего не обещаю. Как только в кадре что-то пообещаю. Все. У меня случается все совсем наоборот. Поэтому, девчонки, мальчишки, не обещаю. Но очень хочу уже до вышивать. Вы видите перед собой вот такую огромную кучу покупок. Давайте их быстренько глянем. Фирма Клард. Это вот такой замечательный мухоморчик. Летом это актуально. Брошечка. Дальше я решила попробовать совершенно новую фирму для меня. Вышивка бисером. Она не такая дорогая. Продается на Валберес. Смотрите, пожалуйста. Хочу вышить его и поставить экспозицию. Далее это вот такой классный баянчик. Я учитель музыки. В прошлом прям музыкант-музыкант. Но играю на аккордеоне. А муж у меня играет на баяне. Поэтому народные русские инструменты. Для нас это очень близко, понятно и здорово. Барабанчик. Обычный малый барабан. С такими палочками, с цветочками. Тоже, думаю, будет классная игрушка-веселушка на елку. Дальше это Снегурочка и из этой же серии Дедушка Мороз. Давайте сначала немножко о Снегурочке. Неудачно, да? 5 на 8. Вот такая прелесть. Со смешнючей челкой. Довольная розовощекая девчоночка. И Дедушка Мороз. Пару ей. Дальше от фирмы Щепка. Вот такая здоровская игрушка с бисером. Может быть я покрашу основу, посмотрим. Брошечка в виде ананаса. Уже у этого продавца я покупала. В принципе, мне все нравится. Летняя такая хорошенькая штучка на платье, например. Две, еще три. Сегодня только забрала вот такой наборчик. Я его хочу вышивать не на пластиковом конве, а хочу вышивать на равномерке. Может быть покрашу как-то равномерку. И очень хочу пинки бы такие, знаете, как пирожки овальные. Классные пухляшечки сделать с помпончиками. Я думаю, это будет хорошо выглядеть. И еще две классные-классные новогодние игрушки. Это вот такой здоровский щелкунчик. У меня есть уже один от фирмы МПО Студия в синем. А здесь в классическом красном цвете. Это вот такая интересная фирма Руал Крафт. Здесь вложен пластик. И вышиваться он будет на пластике. Размер большой. Семь с половиной на двенадцать с половиной. И Машины Король. Девять на двенадцать с половиной. Просто, просто я слышу, я вижу, как я буду включать балет-щелкунчик, смотреть, слушать и вышивать вот эту красоту и эту прелесть. Ну что же, пожелайте мне удачи. Будем работать. Буду показывать вам какие-то продвижения по каким-то работам. Надеюсь, они будут достаточно плодотворные. Буквально у меня в следующей неделе очень тяжелая и напряженная. Но потом, через неделю отпуск, отпуск большой, будем работать, будем вышивать.